Приветствую вас. Аноним. Жалко, немного, что Аноним хотел быть по имени, но ладно. Добрый день. Во-первых, почему мальчик? Вот я так вот пройдусь по вашему вопросу. Мне 21 год, прежде всего. Какое значение для вас имеет возраст? И имеет. В интернете познакомились с мальчиком, и он мне очень понравился. Почему познакомились с вами в интернете? Именно в интернете. То есть, почему не в реальности, где можно лучше раскрыться, где знакомство может быть более естественным образом интегрировано в ваше поведение. Где вы как раз таки не будете переживать, где вы как раз таки не будете нервничать, потому что не будет такого акцента на знакомстве, как в случае, когда вы непосредственно это делаете. То есть когда вы непосредственно знакомитесь, я имею ввиду. То есть как бы вот в этом суть. То есть вы говорите о том, что вы нервничаете, вы говорите о том, что вы переживаете это нормально, потому что вы понимаете, что по сути это дело идет смотр. Идет ваш смотр, вас смотрят, вас оценивают, да? Вот. По факту вы это понимаете. Так почему же вы не знакомитесь с реальной жизнью? Может быть это связано с тем, что вам ничего особо не интересно, нет той деятельности, по которой, вот, ну условно говоря, в контексте, в контексте, в которой вы могли бы там познакомиться с кем, ну с кем-то, с кем-нибудь. Вот. Может быть в этом проблема. То есть это вот то, что вам нужно для себя обязательно выделить, то, что вам необходимо для себя обязательно скорректировать. Ну, то есть выделить, то, что необходимо выделить для себя, да. Дальше, он мне сразу понравился. Почти вы, опять же. Опять же, сразу понравился чем? Давайте вот так постараемся тоже, ну, выделить эти моменты, да. Чем понравился вам мальчик? То есть вы к нему испытали какое-то чувство, да? Что это было за чувство? Аноним. Какое оно? Что из себя это чувство представляло? И представляло ли? Очень важно. Очень важный момент. Потому что вы говорите о том, что мне понравилось, мальчик. Но я хотел бы понять вас, о чем вы говорите конкретно. Что для вас конкретно? Симпатия. Что вы понимаете по симпатию. Что вы идентифицируете как симпатия. Вот мне, например, показалось, что мальчика вы восприняли, ну, как кого-то, кто может удовлетворить. Ваше желание, ну, например, ваше желание в отношениях, ваше желание в крепкой дружбе. То есть в некоторой степени помочь вам, ну, скажем так, решить свои проблемы. То есть, например, например, немножечко разбавить вам общество самой себя. Например, мне показалось так. То есть вот вы говорите о том, что, ну, чуть дальше вы пишете, что стоит мне познакомиться с кем-то. А я сразу начинаю думать, а вдруг то самое. А вдруг тот самый. Вот. То есть то желание есть. Ну, как бы, определённое, определённое есть желание у вас. И вот ключ, как бы, к пониманию вашей проблемы. То есть симпатия сейчас это привязка к человеку. Особенно такая, может быть, быстро, слишком, может быть, такая, стремительно не даёт ничего, кроме зависимости. То есть вы зависимых от отношений и от людей, которые вам нравятся. Осталось понять, что вы вкладываете в этот термин, что, ну, вот, мне нравится. И понять, что вы пытаетесь реализовать в него. Если мы это сделаем, то он, в какой-то степени, ваша проблема будет решена. Ну, по крайней мере, вы приблизитесь к решению своей проблемы. Вот. И не будете, хотя бы вы не будете путать симпатию и потребность в чём-либо. Хотя сейчас уже вы говорите про то, что вам что-то хочется. Дальше. Перекинялись буквально двумя фразами и встретили. Опять же, как это всё происходило. Мы интересно поболтали, не считая того, что я немного нервничал. Игла с собой где-то неестественно. Ну, смотрите. Опять. Мы, говорите вы, интересно поболтали. Мы. Не я интересно поболтал, а мы. То есть, вы как-то говорите за обоих. Но вы же можете отвечать только за себя. Видимо, что отвечать за мужчину, видимо, что отвечать за его реакцию, к примеру. Да? И это вот на самом деле очень важно. Вам было очень интересно. И за счёт чего? Поболтали, интересно. О чём? О чём говорим? Ну, непосредственно. А? О чём был разговор? Что бы обсуждать? Это тоже такой достаточно важный момент. Потому что он напрямую зависит от того, что между вами общего. То есть, насколько много общего между вами и человеком. Дальше. И вот он не пишет. Понятно, что не должен. Объективно я понимаю, что ему нравится другого типажа девочки и сам он другой. Ну, тут вы как-то вот приравниваете уже человека, и в том числе себя, ну, к какой-то вот к типажу. То есть, не надо долго думать, к типажу. Вы направлете себя к типажу. И человека тоже к типажу продавна. Придавна- grand old man. То есть, обе.. то есть, ээммм. сводите важность человека, то есть свою, к тебе же только. Ну, надо сказать, что это довольно обесценивающая история, надо сказать, что это довольно-таки такой момент, да, чувствуется, что вы относитесь к себе вот, ну, скорее, как к привлекательности, к объекту привлекательности, к объекту полезности, вот такая вот история. Дальше, очень хотелось с ним встретиться. Хотелось о чем? Сама писать не могу, очень боюсь навязывать. Ну, вот хотелось бы вас спросить, а что, какую по вашему навязыванию? Чем навязывание отличается, к примеру, от просто процесса распространения чего-то, что мне интересно или важно, когда человек делится тем, что он, вот что в нём сейчас есть. Как, вот в чём разница? Как вы думаете? То есть, если вы ему напишите, спросите, как дела, и он почувствует, что вы от него чего-то хотите, это навязчивость. Если вы напишите ему и чем-то с ним поделитесь, не спрашивая, как у него дела, для этого нужно реально гореть, правда, эмоционально тем, чем вы делитесь. Это будет навязыванием? Как вы считаете? Дальше. Как перестать от каждой встречи, следяя от того, что вот эта вот мечта взаимосчувствия сбудется, и это именно тот самый человек, с которым будет, если не отношение, то хотя бы крепкая дружба? Ну, мечта, она ведь из чего-то проистекает, произрастает. Мечта, она вытекает из сопренности, из идеализации. Нужно разбираться с природой мечты. Для того, о чём вы мечтаете, чего вы хотите, не мечтаете, а хотите, вам не любит никакой человек. Но для этого следует себе разобраться. в той реальности, в которой вы живёте, ежедневно борясь с собой, и ища того, кто вам помог в этой самой борьбе. Дальше. Так, 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 вопрос. Вот так. После таких вот разовых непродолженных встреч, оценка очень бедная. Ну, если оценка падает, значит, она изначально была неустойчива. Вот. И, судя по тому, как вы себя воспринимаете, я охотно верю, что она у вас действительно неустойчива. Вот. Её нужно корректировать. То есть, опять же, от людей, от встречи, это не зависит, с одной стороны. С другой стороны, значит, с другой стороны, вот, когда вы, например, пишете про то, что вы встречаетесь вот таким образом, да, если вы так организовываете, ну, взаимодействуя с людьми, то нет ничего удивительного, что вам дают зарплату, потому что вы, по факту, игнорируете себя, вы игнорируете то, что вам важно. Вот. Вот. Вы, по факту, пытаетесь, как сказать, подстроиться от других людей, да, вот именно, именно, именно по факту вы пытаетесь подстроиться от других людей. И, терпите неудачи. То есть, вы заверимо ставите себе такие цели, в которых вы потерпите неудачи. Поэтому, вопрос здесь, именно, именно, вот к той, к вторичной выгоде, которую вы получаете, именно так, специализируя себя и организовывая, именно таким образом, свое времяпровождение и свое взаимодействие с, эм, людьми, не мужчинами, я подчеркиваю, а людьми. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.